Привет, друзья! Я снова с вами, и у нас уже с вами четвёртое занятие курса. Я хочу поблагодарить каждого из вас, кто написал мне и в комментариях, и в личной переписке. Я вижу, вы получаете результаты, вы довольны, я очень счастлива, потому что именно для вас этот курс и создан, чтобы вы работали, и я благодарна вам за обратную связь. Спасибо также тем, кто пишет, что эта система эффективна. Я рад, что вы получаете свои результаты. Ещё один момент, который мы должны с вами сейчас обсудить, это один из вопросов, который мне поступил. Я понимаю, что он волнует не только этого человека, но и многих, кто сейчас работает по этому курсу. Вот смотрите, ребят, в том виде, в котором мы сейчас работаем с вами, вы как понимаете, это грамматика. То есть мы берём базовую грамматику, мы берём базовые упражнения, вы вырабатываете связки и беглость, набираете первые слова в достаточном количестве, но весь курс не будет вот таким, конечно же. То есть я обещала вам практический курс английского языка. Соответственно, вот базовая грамматика занимает вот в том виде, в котором мы сейчас работаем, около 17, по-моему, уроков. После чего мы с вами добавляем в этот курс. Грамматика никуда не исчезнет, мы будем продолжать по ней работать. Но я добавляю разговорный курс. И, конечно, здесь также мы будем с вами уже пытаться разговаривать. Уже будут другие картинки, уже будет немножко видео, уже будет аудио и так далее. То есть, конечно, будет всё не только так. Но вот эту базовую грамматику мы с вами, перед тем, как мы начнём уже говорить, мы обязаны с вами её набрать. Вы должны получить вот тот фундамент, на котором вы будете выстраивать свой качественный английский. Здесь полный курс английского, без пробелов. То есть, есть гарантия того, что пройдя этот курс, у вас не будет потом вопросов. А как вот это? Ой, а что вот это такое? То есть, вы всё это будете знать, более того, вы будете это использовать в своей речи. И это я вам гарантирую, если вы проходите каждое занятие со всеми моими рекомендациями, выполняйте домашние задания. Ну что, приступим с вами дальше. Сегодня занятие будет не очень большое. Сегодня у нас такая очень лёгкая тема. Но давайте посмотрим, чем конкретно мы сегодня будем заниматься. Конечно, как обычно, мы проверим ваше домашнее задание с прошлого урока. Далее мы с вами повторим слова прошлого урока и возьмём новые. Конечно, будет видеоряд. Далее, по грамматике и по практическим отработкам у нас сегодня с вами восхищение. Как сказать, такой красивый, так вообще классно. Или не так уж и хорошо. Как же это сказать? Здесь мы будем с вами разбирать такие волшебные слова, как so и such. Конечно, нас ждёт практика отработанного нового материала и новое домашнее задание. Ну а мы с вами начнём с того, что проверим домашнее задание прошлого урока. Кто выполнил, тот умничка. Так, и мы начинаем. Итак, я женщина, я красивая, молодая и худенькая. Здесь мы с вами, как вы понимаете, отрабатываем глагол to be полностью, со всеми уже местоимениями в настоящем времени. Ну и включается здесь уже мой, моя, моё, его, её и так далее. То есть полный спектр уже глагола to be в настоящей форме. Здесь артикль нам не понадобится, потому что нет существительного. Я сейчас не на работе, я дома на своём диване. Снова мы сталкиваемся с сейчас, куда же ставить его в предложение, чтобы оно нам не мешало. Определение времени, дополнительные, так скажем, слова, обычно ставятся либо в самое начало смысловой фразы, либо в самый конец. Я выбрала здесь в конце. I'm not at work now. Либо же now I'm not at work. Ещё один момент, на который обращу ваше внимание. Напомню вам, что сокращение am and по принципу aren't, по принципу isn't не существует. То есть если aren't вы можете говорить, isn't вы можете говорить, то am and такого не бывает. Поэтому, дабы всё равно сократить, мы скажем I'm, мы сократим в этой части, и дальше мы скажем полную форму not. I'm not at work now. I'm at home on my sofa. Здесь мы встречаем с вами два исключения. At home, at school, at work. Помните три исключения? Здесь сразу два. At work и at home. Это то, что нужно запомнить. Если что-то у вас сейчас вызывает недоумение, или вы что-то не понимаете, то проматывайте предыдущие занятия и просматривайте их ещё раз более внимательно. Там вся информация по этому поводу есть. На моём диване. Ещё один момент. На своём диване. Мы помним с вами, друзья, что такого слова, как свой, своя, своё, в английском языке не существует. У них конкретика. Что-то кому-то принадлежит. Если я на своём диване, то, если это я, то чей диван? Мой. Значит, я дома на моём диване. И поэтому я говорю I'm at home on my sofa. Отдельное слово «свой» – нет. Мой диван большой, дорогой и очень удобный. Он чёрный. Мы в магазине сейчас, мы прилежные и привлекательные. Снова now, в конец. We are in the shop now. We are diligent and attractive. Здесь, по-моему, вопросов нет. Если есть вопросы, пишите. Это наша большая фотография. This is our big photo. Вот вопрос к фото. Смотрите, здесь я его пишу в классическом стиле. PH. Вот такой, ну, скажем так, многие говорят, это устарелый английский. На самом деле, это не устарелый английский. Например, фотография, фотограф, он, собственно, так и остался. PH. Никто его не менял на букву Ф. Но так как огромное влияние американского английского идёт уже непосредственно на самый классический английский, то очень часто мы можем встретить вместо PH просто букву Ф. И видим фото. Фото. На устную речь это никак не влияет. Но в письменной речи вы можете использовать как этот классический английский, британский, скажем так, либо же фото. Через F. It is on the wall in the living room. Она на стене в гостиной. Так как речь идёт о фотографии, то, как я вам сейчас напомню, нет такого понятия чашка, она, значит, это будет she. А фотография она, значит, это будет she. Нет. She будет использоваться только о девочках и женщинах. Всё. Значит, всё, что связано с предметами, либо незнакомыми нам животными, мы будем заменять только на it. This is our big photo. It is on the wall in the living room. Обратите внимание, что везде я ставлю артикль the, потому что я знаю его местоположение этого предмета, я знаю конкретную стену, я знаю конкретной комнате, в которой находится, соответственно, я говорю определенный артикль the. Без артикля нельзя категорически. Дальше. Наша комната всегда чистая и опрятная, потому что наша мама прилежная домохозяйка. Что мы здесь видим? Мы видим здесь два новых слова для нас, по сути, они новые для этого курса, но вполне возможно, я допускаю, что эти слова вы уже где-то видели или даже где-то использовали. Они очень популярны. Например, всегда. Да, конечно, это always, всегда. И также потому что. В русском языке мы видим два слова. Потому что. И очень многие люди, не задумываясь, переводят это, ну, потому это because, а потом они еще говорят что. Ну, они знают что, как будет. Ну, многие говорят because that, because what. Это ошибка, друзья мои, потому что в русском языке два слова переводятся одним словом в английском because, because. Пожалуйста, не произносите его, как because, 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 because. Это because. Почему такие штуки происходят в английском языке? Мы видим кучу букв, а произносим это совершенно по-другому. Влияние французского, друзья мои. Влияние французского исторически действительно влияло на сам английский язык, вот таким вот образом. Не буду вдаваться в подробности. Когда-то хочу создать курс истории Англии. Отметьте, пожалуйста, в комментариях, интересно ли вам будет знать историю Великобритании, как она образовывалась, как это все влияло на исторический ход событий, как влиял, собственно, на сам язык. Это будут такие лекции. Если вам это интересно, пишите, я буду это делать быстрее. Итак, вернемся. Значит, мы с вами выяснили, что всегда это always, и потому что это будет because, одним словом. А теперь куда их ставить? Always в основном ставится в серединочку. Когда говорю в серединочку, никто не может понять, а где же эта середина? Ну, давайте тогда более подробно с вами поговорим. В серединочку, когда у человека говорит в серединочку ставьте, то преподаватель имеет в виду, что надо ставить сразу после глагола, ну, то есть после вот из, например. Our room is always clean and tidy. Можно ли его ставить, например, our room always is clean? Стилистически некрасиво. Можно always ставить в начало. Always our room is clean and tidy. Но идеальным его положением будет именно после глагола. Это и есть та середина, о которой идет речь. Итак, наша комната всегда чистая и опрятная. Our room is always clean and tidy. Потому что наша мама прилежная домохозяйка. Because our mother is a diligent housewife. Что это? Это их такси. What's this? This is their taxi. Здесь все просто. Оно очень быстрое и недорогое. It is very quick and not expensive. Здесь часто возникают у студентов вопросы. Стоит ли мне говорить, вообще можно ли вы так сказать просто not? Должен ли я сказать isn't expensive? Ну, здесь на самом деле, да, действительно очень непривычное положение not в предложении, но при этом при всем вам нет необходимости ставить еще раз глагол. Ну, смотрите, второй раз, если вы ставите глагол обоснованно, это если вы начинаете новую мысль. Ну, совершенно новую мысль. Например, оно быстрое и недорогое, но оно классное. Либо но оно там черное. Слушайте, если у вас идет речь об одном и том же такси, и вы уже единожды поставили этот эйз, и даже если у вас встречается отрицание, вам совершенно необязательно еще раз повторять этот эйз. Это вообще не от необходимости, вообще даже странно звучит. Поэтому, почему бы нам не сказать, так как в русском недорогое, частичка not, собственно говоря, и переводится как не. Это и есть перевод этого not. Вот мы так и поставили not expensive. Ну, говорят же англичане, например, not good, просто, без всякого предложения. Not bad, неплохо. Нижние обязаны говорить, it is not bad, или it isn't bad. Соответственно, здесь вы можете себе позволить не сказать второй раз глагол, вам не нужно это. It is very quick and not expensive. Они женаты, они милые люди, они на своей яхте сейчас. They are married, and they are lovely people. Здесь как два маленьких предложения в одном. Соответственно, каждая маленькая мысль, каждое маленькое предложение имеет свой собственный глагол, как отдельное маленькое предложение. They are married, вы могли поставить точку, and they are lovely people. Кстати, милые люди, lovely people. Мы с вами будем его убрать чуть попозже, более официально уже с картинкой, но при этом знайте, что не только nice, не только pretty, симпатичный, но и lovely. Lovely очень многие думают, что это любимый. Нет, на самом деле, любимый – это немножко по-другому. А вот lovely – это именно милый, миловидный, милые люди, приятный такой. They are on their yacht now. Они на своей, снова-таки раз они, то чья яхта их? Ихня я, запрещенное слово. On their yacht now. Его грузовик сейчас возле дома, в его дворе. His lorries near his house, in his yard now. Его грузовик, вот мы видим, возле его дома. Ну, вообще здесь просто возле дома, да? Ну, смотрите, вы могли сказать near the house. Окей. Ну, если вы хотите уточнить, можно сказать near his house, in his yard now. Ну, там, как бы, там, логично, там, двор его, ну, как бы и дом, наверное, его, и его грузовик, и все это рядышком стоит. Поэтому мы могли сказать near their house, либо near his house, in his yard now. Эта женщина очень толстая. Опа, вот сейчас мы встречаем опять вот это вот это указательное местоимение. Здесь вы помните, если вдруг что-то непонятно, опять же, добро пожаловать в предыдущие занятия, я там все подробно объясняю. Эта женщина мы делаем слитный, только потом ставим глагол. This woman, именно эта женщина, а не та. Эта женщина, какая? Вот эта. This woman is very fat. В данной ситуации this выступает как позиция какая, как красивая. Эта женщина. This woman is very fat. Если вы скажете this is woman, это будет уже, во-первых, неправильно, this is a woman, вам придется сказать, и это уже совсем другое предложение, вы просто ставите точку. Это есть женщина. Это женщина, а не мужчина. А вот если вы задаете вопрос, какая женщина? Да вот эта. Если эта, то мы делаем слитно, ставим его как прилагательное, как какая, и только лишь потом мы ставим наш глагол. This woman is very fat. And her child is thin. А ее ребенок худенький. Рыжая белочка на его руке сейчас. The red squirrel is on his hand now. Наверное, сверху, я так понимаю, на ладошке, если видите меня в видео, вот тут где-то, не вот тут, не в руке, не вот так, а вот так, да, сверху, поэтому красная белочка или рыжая белочка на его руке сейчас. Его учитель очень привлекательный и красивый мужчина. His teacher is a very attractive and handsome man. Один мужчина, один артикль в начале всех определений. His teacher is a very attractive and handsome man. Друзья мои, вот вам готовое упражнение. Я сейчас вам его озвучу, и вы дома начинаете его готовить. I am a woman. I am beautiful, young and thin. I am not at work now. I am at home on my sofa. My sofa is big, expensive and very comfortable. It's black. We are in the shop now. We are diligent and attractive. This is our big photo. It is on the wall in the living room. Our room is always clean and tidy, because our mother is a diligent housewife. What's this? This is their taxi. It is very quick and not expensive. They are married and they are lovely people. They are on their yacht now. His lorry is near his house in his yard now. This woman is very fat, and her child is thin. The red squirrel is on his hand now. His teacher is a very attractive and handsome man. Напоминаю вам, как работать с подобными упражнениями. У вас есть на английском языке и на русском языке. Делим тетрадку пополам. Слева пишем по-русски, справа пишем по-английски. Дальше поочередно, закрывая сначала ладошкой одну сторону, потом другую, вырабатываем качественное чтение на английском и перевод с русского на английский. Это необходимо сделать минимум пять раз, для того, чтобы уже вырабатывая связки, вы не думали о том, как это сказать с точки зрения грамматики, а думали лишь о переводе. Таким образом, постепенно, начиная с четвертого-пятого раза, вы выходите на ускорение. Это гарантирует вам, что вы будете говорить бегло и без ошибок, потому что вы уже отработали все эти мелкие детали на подобных тренажерах. Ну что, мои друзья, также не могу не предложить вам еще аудиокурс, который я продаю. Он стоит 100 долларов. Это полный аудиокурс, озвучка всех слов, последовательно всех упражнений, даже чуть больше, чем есть в этом курсе. Этот аудиокурс позволяет вам, занимаясь своими делами, постоянно быть в английском. Там все наши упражнения с паузами. Курс рассчитан на то, что вы уже не заглядываете в книгу. И вы можете запросто уже, вставляя в паузы, которые там специально делаю, вставлять то слово, то перевести упражнение, то перевести предложение, и быть всегда в теме, вырабатывая при этом классную-классную беглость. Все, бежим дальше. Да, аудиокурс стоит 100 долларов. В общем, в описании к видео у вас все есть. Кстати, в описании к видео я начну прикреплять сейчас дополнительно свои видео по грамматике. Немножко старый формат, немножко не очень хорошее качество, особенно звук, но тем не менее вам на каком-то этапе поможет, если вы что-то недопоняли в грамматике. Там я прямо на доске все пишу с примерами. Очень удобно, поэтому проходите в описании к видео, там вся информация дополнительная для вас есть. А сейчас мы повторим слова. Каким образом? Как обычно. Отворачивайтесь от экрана, слушайте только мой голос. Сейчас я буду говорить вам слово на русском языке. Дальше делаю паузу, в которую вы вставляете свой перевод, и дальше слышите мой перевод и проверяете себя. Поехали. Довольно-таки. Переводите. Только не подсматривайте в экран. Rather. Окей. Энергичный. Ваш перевод. Energetic. A person. Человек, личность, персона. А, подождите. A person. Прошу прощения. Дальше. Дальше. Мама. Mother. Дальше. Папа. Father. Чуть-чуть. A little. Ленивый. Lazy. Занят. Busy. Интересный. Интересный. С вместе с кем-то. With. Театр. A theater. Ребенок. A child. Друг. A friend. Лучший друг. Best friend. Картинка. A picture. Свободный. Free. Кухня. A kitchen. Чайник. A kettle. Скромный. Modest. Холодный. Cold. Холодно. На улице, например. It's cold. Мне холодно. I'm cold. Дружелюбный. Friendly. Кинотеатр. A cinema. Богатый. Rich. Port. A port. Университет. University. Жизнь. Life. Гостиная. A living room. Домохозяйка. A housewife. Люди. People. Двор. A yard. Рука. A hand. Умнички мои! Вообще молодцы! Молодцы! Я прямо как будто бы слышу, как вы там сидите и говорите, проговорите эти слова. И, конечно, не подсматривайте в экран. Я прям верю в вас. А мы с вами сегодня берем новые слова. Видите, их не так много, кстати, сегодня тоже. И давайте их разберем. Итак, a fridge. Холодильник. A fridge. Да, есть, конечно, слово refrigerator. Но это очень большое слово, никто не хочет его произносить. Вообще, refrigerator. Это считается какой-то большой промышленный холодильник, где-то на корабле, или где-то там на производстве. У нас просто fridge. Не путайте его с freezer. Это именно морозилка. Вот именно сам холодильник. Fridge. Часы. A clock. Причем часы, clock и watch, которые ниже, они, как вы видите, отличаются. A watch – это часы наручные, а a clock – это часы, которые на стене висят, которые стоят на столе. Вот такие часы будут clock. Наручные – watch. A suit – костюм. Suit. Никакой не sweet, не sweet. Это suit. Ой, я предлагаю вам такую ассоциацию, очень смешная, очень действительно помогает. Сейчас побольше себя сделаю. Ва, что вы меня видели немножко больше. Представьте себе, что костюмы сьют китайцы. Да, 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 сьют, сьют китайцы. Хорошо сьют. Поэтому сьют – костюм. A mirror. Mirror. Mirror – зеркало. Mirror. Можете чуть-чуть на у в конце уходить. Mirror – зеркало. A dress – платье. Long – длинный. A story – история. Не путайте его, пожалуйста, с history. Если вы знаете слово history, то это история страны. Это какая-то такая с фактами, с датами, история Америки, история Великобритании. А a story – просто story. Это история, которую мне рассказал мой знакомый. Ой, такая смешная история. Или, боже, это история, которую я сегодня увидел. Она такая интересная. Поняли? Round – круглый. Private – частный. Не приват, а private. A house – дом. A forest – лес. A shirt – рубашка. A skirt – юбка. Ир. Когда мы видим «ир» под ударением, мы его должны прочитать как «ё», но таким загнутым язычком получается «эр». Смотрите, рубашка – шёрт. Юбка – к скёрт. Легко запомнить. A club – доктор. Club – не клуб. A doctor – доктор. A wardrobe – шкаф. A spoon – ложка. A knife – друзья. К, ну, к, нет, читается. Knife. A knife – нож. A fork – вилка. A plate – тарелка. Trousers – брюки. А теперь мы с вами перейдём к картиночкам и поработаем со слайдами. Итак, поехали. Dress – платье. Forest – лес. Fork – вилка. Fridge – холодильник. House – дом. Knife – нож. Long – длинный. Mirror – зеркало. Plate – тарелка. Private – частный. Round – круглый. Shirt – рубашка. Skirt – юбка. Spoon – ложка. Story – история. Suit – костюм. Trousers – брюки. Wardrobe – шкаф. Watch – часы. Clock – часы. Это наручные часы. Watch – это все остальные. Club – клуб. Doctor – доктор. Dress – платье. То, с чего начинали. Друзья мои, у вас есть огромная привилегия. Вы можете перематывать это видео миллион раз. Вы можете возвращаться к этим слайдам. Вы можете отключать звук, пока смотрите, и самостоятельно себя проверять. А также напомню вам, что я в ТикТоке, а также в Фейсбуке, в своей группе ставлю короткие видео из этих слайдов, где я уже ничего не произношу, но под музыку вы можете просто включать этот видеоряд, постепенно запоминая слова на визуальном ряду. Поэтому следите за моими соцсетями, добавляйтесь, и обязательно все это учите, потому что за вас никто это не сделает. Ай, заезженная фраза всех учителей. Какие же мы нудные, все-таки кошмар. Так, все, идем дальше. Ну, а сейчас я делаю себя побольше. Хочу вас видеть ближе. Вот она я. Так, все, мы с вами идем сейчас на новую тему. Значит, смотрите, что мы сегодня с вами берем. Значит, мы берем с вами восхищение. Как восхищаться? И вот очень многие несправедливо считают, что англичане очень сдержанные люди по характеру. Что они такие чопорные, они все такие джентльменистые, они все такие вот лишний раз. Ну, конечно, если поставить англичане, но поставить рядом испанцы или итальянцы, которые общаются жестами, которые он эмоционально, внешне показывает все, о чем он говорит, то, конечно, англичане будут в сравнении с этим очень сдержанными. Но это не значит, что они не эмоциональны. Просто они свою эмоциональность вещают с помощью языка и языковых фишек. Вот одна из таких фишек у нас сегодня с вами в теме. Очень классная тема и очень часто используется. Смотрим в примеры. Ну, вот я говорю, это кошка. Ну, все, никаких эмоций, смотрите. Никаких эмоций. Ну, what's this? This is a cat. Это вам знакомо. А кошка ленивая. The cat is lazy. Никаких эмоций. Констатация факта. The cat is lazy. Ну, окей, кошка ленивая. Oh, the cat is very lazy. Кошка очень ленивая. Чувствуйте уже немножечко больше эмоций, да? Уже мы чуть-чуть приподнимаемся. То есть мы уже прям подчеркиваем, она прям... Нас это беспокоит, если мы говорим очень, да? Мы говорим уже не просто... А, кошка ленивая. Это кошка очень ленивая. А теперь высший пилотаж эмоций, когда мы говорим The cat is so lazy. So lazy. Такая ленивая. Кошмар. Вот как это работает. То есть вы увеличиваете свою эмоцию с помощью использования So, как такой. То есть кошка очень ленивая. Это один вопрос. Но the cat is so lazy. Ну, слушайте, есть же такая песня? So good, so nice, I got you. Ту-ту-ту-ту. Почему? Потому что так хорошо, ну так классно, ну так солнечно, ну так все прекрасно. Понимаете, я могу сказать very, но я почему-то выбираю so, потому что я хочу эмоционировать. И вот с помощью so я могу себе это позволить. Но будьте очень внимательны, потому что есть такая штука еще как such. Это его брат-близнец, кстати говоря. Не очень на него похож, но характер у них точно одинаковый. Здесь очень важно понять, когда вы используете so, а когда используете such. А смотрите, such это тоже такой. Но давайте посмотрим, как он используется. Вот я говорю This is an expensive fridge. Это дорогой холодильник. Дальше говорю Это очень дорогой холодильник. This is a very expensive fridge. Now this is such an expensive fridge. Это такой дорогой холодильник. В чем разница между So the cat is so lazy and this is such an expensive fridge. Кто из вас найдет пять отличий? На самом деле одно. Обратите внимание, что если мы говорим so, то дальше идет голое прилагательное. Смотрите. So good. So nice. So lazy. So sunny. Дальше нет ничего. То есть я вперед скажу, о чем я говорю. Например. The day is so sunny. То есть So sunny. Дальше у меня нет существительного. А во втором случае есть, смотрите, такой хороший холодильник. Такой хороший день. Такой классный кот. Вот если у меня дальше идет кто или что, то я so меняю на such. Вот так это работает. Это классика, друзья мои, английского. Ну, конечно, я вам хочу сказать, что, если честно, если честно, я даже сама признаюсь в этом вам, ну, я тоже не люблю such. Вернее, я его люблю, знаете, но я люблю его в другой позиции. Such – это как такой. Ой, я тоже его говорю. Так, кстати, я подготовила такой слайд. Сейчас. А, нет, жалко. Но я сейчас на словах вам скажу. Была, вертелась мысль, когда я ла слайд и думала вам это сказать. А может быть, не сказала, специально не написала, что вас не запутать. В общем, смотрите, such – это такие. Например, такие девочки очень быстро выходят самуж. Such girls. Such girls. Или в такие дни мне особенно грустно. In such days. Вот здесь such – он похож на this. Или вот он похож на какой. Вот в такие дни. В такие. Или такие слова обычно вызывают грусть. Such words. In don't tell me such words. Не говори мне таких слов. Вот почему such. Вы поняли? Ну, конечно. А если, допустим, вот у меня есть выбор сказать, что this is such an expensive fridge. Или поменять его на Oh, this fridge is so expensive. Конечно, я его поменяю. То есть, смотрите, я смысл сохраню. Но мне так будет проще сказать. Согласитесь. Это все, он как-то, как-то легче, ближе, проще. И мне кажется, честно говоря, эмоциональнее. Может быть, из-за этой песни. А может быть, потому что я чаще слышу все. Но это не значит, что such не используется. Он используется, но просто следите, когда его использовать. Окей? Все. Поговорили с вами. Сейчас повторим все, что тут написано. Значит, смотрите. Эта кошка, это кошка ленивая. Кошка ленивая. Кошка очень ленивая, но the cat is so lazy. Кошка такая ленивая. Обратите внимание, я даже специально ставлю вам тут везде восклицательные знаки, специально все утрирую. Я специально сейчас эмоционирую настолько, чтобы вам это зашло, чтобы вы это почувствовали, чтобы вы вспоминали мою эмоцию, вспоминали вот это вот и навсегда запомнили меня такой. И вы, а, да, да, это вот она так там говорила. So lazy, такая ленивая. И such. Если дальше идет существительное. Значит, если у вас идет so good, so nice, so lazy, точка, используйте so. Если дальше идет такой большой дом. Все, дом. So many and such. This is such a big house. Ну, или же меняйте. This house is so big. Ну, это было все в положительном предложении, но есть еще одна фишечка его, о которой очень редко говорят преподаватели. Мне это очень жаль, потому что это очень крутая тема. Смотрите. This is a cat. Это кошка. The cat is not so lazy. Видите, как меняется моя эмоция? Я говорю, кошка не такая уж и ленивая. Когда русскоговорящий человек пытается перевести это кошка не такая уж, позже, что происходит в его голове, как он начинает мучить этот переводчик, уж, а ему выдает вообще змея, и он это все пишет. Это очень, короче, такой бред получается. На самом деле, это фишка. Вы говорите в полной форме, вы говорите, вы говорите, кошка не есть такой ленивой. The cat is not so lazy. Точка. А на самом деле подразумеваете The cat is not so lazy. Not so bad. Не так уж и плохо. И он not so clever. Не такой, что и умный. They are not so tall. Они не такие уж и высокие. Вы поняли? This is an expensive fridge. This isn't such an expensive fridge. Это дорогой холодильник. Это не такой уж и дорогой холодильник. Но опять же, выбор за вами можете менять. This fridge is not so expensive. This fridge is not so expensive. И здесь лучше не использовать сокращение, потому что тогда вы чуть-чуть теряете вот этот налет такой вот томности. Не такой уж и... Поняли? Так, хорошо. А сейчас мы с вами поработаем. Значит, вот мы видим с вами предложения, над которыми сейчас будем работать вместе. Все, можете переписывать себя в тетрадку, пополамчик дома, потом прорабатывать. У кого есть аудиокурс, еще это закреплять аудиокурсом. У кого есть уже книги, кто приобретал книги, у вас есть эти упражнения в самой книге. Вы можете тут просто поддерживающе смотреть урок, а дома уже работать по книге и по аудиокурсу. Ну, а я все это вам сейчас буду проговаривать. Наш холодильник такой дорогой. Их часы такие грязные. Мой ребенок такой ленивый. Твой костюм такой дорогой. Моя квартира такая светлая. А сейчас мы с вами переведем с русского на английский. Поехали. Моя квартира такая светлая. Одним словом. Тайди опрятный, untidy неопрятный. Поехали дальше. Это такое длинное платье. Я такая хорошая домохозяйка. Ты такой великолепный учитель. Он такой опрятный мальчик. Она такая грязная девочка. Это такая грустная история. А теперь переводим. Я понимаю, что я немножечко подвыбешиваю вот этим. Еще раз говорю, я специально вам утрирую все это эмоционально для того, чтобы вы 100% это запомнили, потому что любая эмоция положительная, негативная, западает вам в память. Соответственно, здесь мы сработали именно на этом рычаге, именно на этом триггере, на эмоциональном, чтобы вы точно все это запомнили. Вот и все. Я говорила, урок будет классный, потому что легкий, потому что быстрый. Да, на следующем уроке я оторвусь с вами, конечно, потому что там большой урок. Большой. Сразу говорю, я там сразу три темы. Приготовьтесь, отдохните хорошенечко перед следующим уроком, да, и будем работать хорошо и тщательно. Пошли дальше. Вот ваше домашнее задание. Вот, сейчас, 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 убираю, 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 вот, все. Все, ребяточки мои, вот это домашнее задание, которое вы должны перевести на следующий урок. Так, ничего такого нету, что я должна была бы вам объяснить. По-моему, нет. В общем, сейчас пока не вижу, если будут вопросы, пишите. В общем, выполняйте, как вы считаете нужным, как вы чувствуете. Все, на следующем уроке все проверим. Все, друзья мои, мы с моим миньоном желаем вам приятного, приятной учебы и выполнения домашнего задания, также заучивания слов. Все вопросы пишем мне в личку, либо находим меня в соцсетях, где я очень активно отвечаю вам на вопросы. И жду вас на следующем уроке в отличном настроении и полными сил и энергии. Радуюсь и горжусь всеми вашими результатами. Они классные. Ну, увижу я их на экзамене, на котором я вас очень жду. Все, друзья, пока, встретимся на следующем уроке. Субтитры сделал DimaTorzok